Доброе утро! Доброе утро, друзья! Утренний экспресс в эфире областного телевидения. 8 декабря состоится премьера фильма «Как говорить о культуре в эпоху гаджетов и фастфуда». Слушайте, какое интересное название. Длинное. Длинное. Но самое главное, что у нас есть фрагмент этого фильма, уже вот просто с пылу с жару, и мы готовы нашим зрителям этот фрагмент показать. Давайте посмотрим. Или возьмем, например, рядовой итальянский город Пиза. У них есть уникальная падающая башня, на фоне которой все фотографируются, которая является символом города. У нас-то, конечно, ничего подобного нет. Я Георгий Цыплаков. Последние 10 лет, с одной стороны, я занимаюсь проектами в области культуры, а с другой работаю бизнес-консультантом и много времени провел в полях маркетинга. Казалось бы, как одно связано с другим? Я считаю, напрямую. Продвигать проекты о культуре сегодня нужно так же, как продвигают дорогие иномарки или смартфоны. Вместе с командой культурного просвещения в этом фильме мы ответим на вопрос, как говорить о культуре в эпоху гаджетов и фастфуда. Как говорить о культуре в эпоху гаджетов и фастфуда? Да, интересно. На самом деле у нас к нам присоединились гости. Итак, внимание, встречаем Вадим Овчинников, режиссер фильма. И Ирина Третьякова. Доброе утро, Ира. Доброе утро. Сценарист. Редактор в данном случае. Хорошо. Итак, рассказывайте, как вообще родилась идея этого фильма? Идея родилась очень давно. Мы к ней очень долго шли. Наша общественная организация занимается 8 лет продвижением культуры Урала. Создано около 400 серий мини-фильмов и больших фильмов о культуре и брендинге территории, так сказать. И вот такой сублимированный опыт вылился в большую такую работу, которая не только формат документалистики задевает, но и обучает деятелей культуры, сотрудников вержения культуры, людей, занимающихся туризмом, занимающихся вообще в целом брендингом территории, и людей, которые в принципе любят Урал, Екатеринбург. Просто несколько лет назад, когда мы начинали этим заниматься, мы поняли, что, во-первых, ну 8 лет назад, проектов о культуре вообще не было на телевидении. Второй момент был, что то, что было, оно было достаточно сложно. Нужен был уровень каких-то базовых знаний людям, чтобы понимать, что такое архитектура, какие там элементы. То есть тяжело смотреть сразу то, что настроено на специалистов. То есть это, можно сказать, это обучающий фильм? Да, это обучающий фильм, как делать так, чтобы людям было интересно и понятно все проекты, все разговоры о культуре. Скажите, пожалуйста, ну сколько длилась вообще подготовка, работа над фильмом, сколько времени это заняло? Ну от идеи до сегодняшнего дня 8 лет, а сам процесс производства – это год, весь 19-й год практически был. И сколько по продолжительности фильм? 49 минут 7 секунд. Все знает, исчерпывающе. Для кого он вообще, вот для кого, в первую очередь, целевая аудитория? Ну, в первую очередь, для тех, кто занимается культурой, то есть работников музеев, работников филармонии и так далее. Но он будет интересен и тем, кто продвижением культуры не занимается, но поскольку там показаны самые яркие работы музеев, в данном случае музейные проекты, на которые просто интересно посмотреть и что-то для себя открыть, то он будет интересен всем. Ну, для обывателей, то есть для простых. Ну, а вообще поддерживался ли данный проект как-то вот государством, правительством в Свердловской области? Да, поддерживался, начиная от информационной политики. Кому нужен низкий поклон сейчас? Ну, вообще, нужен низкий поклон многим сказать, потому что такой продукт сложный очень. Начиная от фонда президентских грантов Российской Федерации, заканчивая департамент информационной политики, департамент молодежной политики, Министерство культуры Северской области. То есть это такой большой труд всех организаций правительства Свердловской области, ну и огромный труд экспертов в фильме, которые там уже есть. Вот, кстати, сколько их насчитывалось в работе? Сейчас их около 17 человек в общей сложности приняло участие в фильме, то есть это такой большой пул таких людей, которые имеют вес в этой области, не просто составы. Мы выбирали не теоретиков, мы выбирали практиков, кто сам какие-то проекты делает. Давай поклон, поклон. Вот, пожалуйста. Господа, скажите, пожалуйста, мы знаем, что фильм будет состоять не из одной части. Будет продолжение. Будет ли оно и когда его ждать? Вообще, сам по себе фильм из трех частей, изначально вот сейчас он так выглядит. Три птика. Три части, да, разные совершенно. Ну, а дальше, дальше, больше. Нужно каждую часть раскрывать глубже, потому что, ну, нельзя за 49 минут, 7 секунд обучить всех всему, как бы, да? Поэтому, мне кажется, если он будет востребован, он будет востребован, потому что он не только обучает, но и развлекает зрителя. Ну, там, через этого никуда сегодня. Фильм, собственно, и об этом рассказывал. Вы видели, как взлетало это больше. Да, дальше, допустим, нужно каждую часть фильма углублять. То есть, первая часть, она про вообще ситуацию и проблемы, почему есть такой феномен серых городов в регионе. И вторая часть про то, как выбирать целевую аудиторию, теория поколений Хоук и Штрауса. И третья часть, это способы продвижения, примеры способов продвижения, которые эффективны и зарекомендовали себя в регионе. Про анимацию вот расскажите, да, Саша и не только он обратили внимание на взлетающую башню. Зачем вам это? Ну, мы же живем в современном обществе, говорят. То есть, развлекательный момент все-таки тоже присутствует. Ну, собственно, да, и графика, она там существует, она такая, она больше для расслабления и иллюстрации того, чего нельзя передать в видео в формате, естественно. Поэтому у нас Невьянская наклонная башня улетает. Ну, здесь надо отметить, что составляющая не только развлекательная, она еще и юмористическая. Хорошо, хорошо. В такой, вроде как бы сказать, серьезной очень теме присутствует чувство юмора, это всегда положительно сказывается на отклике уже потом. Вот если сейчас зрители задумают, сколько ждать продолжения, это тоже будет 8 лет или чуть-чуть поменьше? Сейчас уже наработан материал, его достаточно много, у нас большой архив, самый большой архив в Северской области, я не буду стесняться этого по видео в области культуры. И по большому счету, если следующая какая-то глава родится, то это может быть 20-й год уже. Но это все равно год, фильм это стандартно. Ну, понятно, конечно, это тяжело. Давайте еще раз напомним, где, когда состоится премьера, как туда люди могут попасть. 28 ноября, в этот четверг, в 19.00, кинотеатр «Салют», вход свободный, зал номер 3, второй этаж, самый большой зал. Приходите все, все, кто любит Екатеринбург, Северскую область, кто готов испытать спектр эмоций и чего-то нового узнать. Спасибо вам большое, мы желаем вам творческих успехов. Ирина Третьякова, Вадим Овчинников, вы были у нас в гостях и представили фильм «Как говорить о культуре в эпоху гаджетов и фастфуда». Да, ну и безусловно, ждем вас с анонсом продолжения. Спасибо большое. Спасибо.